История восемьдесят пятая. Капкан для принцессы. Принцесса дрожала под свинцовой кромкой облака. Рожденная свободным планером, она любила ласковые пушистые облака. Кучевые облака были друзьями. Они играючи строили надежные небесные дороги из восходящих потоков и дарили принцессе высоту. Это универсальное планерное топливо. Но сегодня энергии в небе было слишком много. Злое колдовство нестабильной атмосферы неумолимо превращало все вокруг в пищу для гроз. Облака объедались перегретым воздухом пустыни Калахари, распухали и росли ввысь, наливаясь черной, недоброй силой. Грозовые ленты блокировали курс. Сверкающий молниями клин сходился на горизонте. Как назло, в точке домашнего аэродрома, до которого всего 98 километров. Всего. Высоты, в принципе, хватает. Даже запас в 500 метров имеется. Однако лезть в клубящуюся чернотой пасть грозового монстра категорически не хочется. Да, возможно, мы без осадков дойдем почти до аэродрома. Да, может быть, удастся обнаружить удачный просвет в стене бесконечного ливня. Повезет, и всего через полчаса нас обрадует тепло домашней взлетно-посадочной полосы. Однако, может получиться и иначе. В черном клине загорается окошко. Где-то впереди облачные наковальни чуть раступились, пропустив к земле теплые лучики. Широкая лента восходящих потоков ведет нас домой. Запас высоты растет. Кажется, что опасения были напрасны, и все получится. Злые молнии ветвятся далеко на границе тьмы и уверенно промахиваются мимо планера. В небе сияет победная Ви. Сотканная из солнечного света, она уверенно разгоняет тьму и ласкает вечерним теплом оранжевые пески пустыни Калахари. Это создает иллюзию безопасности. На скорости в 150 км в час мы скользим с небесной горки к приближающемуся аэродрому. Кажется, победили. Принцесса, тебе запаса высоты в 3 км хватит? Ты же аэродинамическое совершенство, и с качеством 50 можешь с них не то, что оставшиеся 30, а все 150 км пролететь. Это, конечно, в нейтральной атмосфере, но все равно запас огромный. Долетим? Вместо ответа планер вздрагивает. Поднимающийся спокойный воздух закончился. Облака смыкаются. Оптимизм гаснет вместе с последним лучиком солнца. До аэродрома – сплошная беспросветная стена сильных осадков. Может, вернуться обратно? Оглядываюсь и с ужасом наблюдаю, как огромное облако втягивает в себя недавнюю дорогу из восходящих потоков. Третья гроза сформировалась и окончательно захлопнула облачный капкан. Полыхающее молниями кольцо атмосферного шторма окружило принцессу. Под планером неполянки сплошь острые скалы горной цепи. И, похоже, единственный способ нормально приземлиться – прорываться через дождь на аэродром. Вспышки разрядов, турбулентность. Даже это не так страшно, как выматывающий душу минус 12 метров в секунду. Сложно представить, но теперь воздушные течения опускают нас вниз в 15 раз быстрее лифта, отсчитывая три этажа за секунду. Потоки ливня падают к земле. Струи дождя увлекают за собой воздух, создавая бесконечный нисходящий поток. Принцесса стонет, пытаясь двигаться к аэродрому. Она рвет пространство скоростью в 220 км в час. Но падающая с неба волна сильнее и неумолимо приближает невидимую пока Савану. Двухкилометровый запас высоты стремительно тает и превращается в дефицит. До аэродрома всего десяток километров. Но с таким быстрым снижением мы никак не дотянем до посадочной полосы. Белесые космы нещадно хлещут планер. Нулевая видимость. Ни горизонта, ни земли. Сплошная мокрая мгла. Стрелка высотомера сошла с ума и как секунды на часах отсчитывает сотни метров. Что под нами? Хорошо, что успели перепрыгнуть горы. Внизу должна быть относительно ровная саванна. С отвратительно твердыми термитниками и колючим кустарником. Снижение чуть уменьшается. Но и минус 8 не оставляют шансов. В такой буре даже самолетный мотор не помог бы. До оранжевого песка три сотни метров. И мы туда даже не летим, а практически падаем вместе с бесконечным ливнем. Безумно жалко принцессу. У шляхера крепкий фюзеляж. Композит из кевлара и углепластика примет удар на себя. Будет ломать деревья, сносить каменные муравейники. Конструкция планера тщательно рассчитана, чтобы в таких случаях максимально сохранять здоровье пилотов. Нам, скорее всего, ничего не грозит. Принцесса спасет нас ценой собственной жизни. Принцесса, моя любимая небесная страница, воплощенная в высокотехнологичное аэродинамическое совершенство. Неужели через минуту в твои изящные белоснежные крылья вопьются корявые зонтики пастушьих деревьев? Бррр. Я очнулся от страшных фантазий. Привычное шипение высотного кислородного оборудования немного успокаивало. Однако ни оно, ни пять километров высоты убрать волнение уже не могли. В грозовой капкан точно нельзя. Есть и другой путь. Разворачиваю планер на запасной сишен. До него 80 километров. Высоты хватает с запасом. Главное, чтобы аэродром был открыт. Помчались. Все неприятности вдруг. Выключается электроника. Предыдущие дни мы слишком много летали в тенях под облаками. Солнечные панели на створках фюзеляжа не успевали заряжать бортовую батарею. Экраны гаснут. Привычной навигации нет, но и без неё понятно, где же сишен. Достаточно западное плечо грозового клина через пустыню обойти. Вот только бы сишен не накрыло. Но его таки накрыло. У спящего в фюзеляже мотора принцессы есть отдельная батарея. Перехожу на неё и окончательно убеждаюсь. Запасной аэродром сишен в полосе осадков от неумолимо приближающегося грозового фронта. Мой учитель Клаус Сольман показывал, как проходить ливневые фронты. Красивый альпийский полёт из Южной Франции к швейцарскому Меттерхорну частенько заканчивался возвращением через гор. Но даже когда они шли стеной, чаще всего можно было найти просвет. Падающая с неба вода создаёт нисходящее течение. Упираясь в землю, эти течения превращаются в горизонтальные, сталкиваются и образуют зоны конвергенции. Между двух очагов можно найти волшебный восходящий поток и преодолеть фронт. Но никогда, никогда Клаус не советовал лезть в беспросветную пелену сильных осадков. Запасной аэродром, площадка, поляна, всё что угодно, но не попытка проколоть стену ревущего ливня. Там будет минус 10, ребята, и ваша высота закончится раньше, чем вода. Спасибо, учитель, за то, что летали вместе. Я помню уроки. Даже в безопасных 20 километрах чувствуется восходящее дыхание фронта. Перегретое воздушное топливо из раскалённой задней саванны рвётся в пасть чернейшего монстра. Принцесса практически не теряет высоты. Обычно меня это радует, но только не сейчас. Единственный оставшийся шанс – цвалу. Аэродром в заповеднике пустыни Калахарь. Меняю курс. Опять 80 километров, но это уже от грозы. Чернота наступает на пятки. На всякий случай я впитываю её энергию, заставляя принцессу скользить под самой кромкой догоняющих облаков. До заката час. Если цвалу закрыт, мы ещё успеем на военный аэродром у границы с Бацваной, если используем всю высоту и запустим надолёт двигатель. Хорошо, что топливо с запасом. Утром мы удачно стартовали и, обойдя кипящие ливнями развалы, помчались в пустыню. Облачные гряды пели пятиметровыми потоками и уверенно разматывали небесную дорогу над суровой красотой Калахарь. Огромный атмосферный фронт делил пустыню на части. Одна раскалялась под безоблачным небом, другую терзали смерчи и осадки. Мы покинули воздушное пространство ЮАР и оказались в Бацване. Километрах в ста от границы планер окутала странная розовая пелена. Пылевая буря. Приземный ветер усилился до 70 км в час и вместе с потоками забрасывал под облака тонны мельчайшей пудры. Солнце скрылось в розовой мгле. Потоки ослабели, видимость упала до совершенно неприличной. Ещё немного и придётся по авиагоризонту пилотировать. Самая пора возвращаться. Меняем курс на 180 градусов. До домашнего аэродрома Куруман всего две горные цепи и 320 км пустыни. Долго не попадался хороший поток. Проколов несколько облачных лент, принцесса наконец-то смогла вырваться из полевой зоны. Но низко, под посадочные площадки, подходило несколько симпатичных солевых озёр. Над ними можно безопасно запустить двигатель, но делать это так далеко от аэродрома категорически не хочется. Топливо — наш последний резерв и может весьма пригодиться в сложную вечернюю погоду. Поточек бы, метр и тот в радость. Пустыня сжалилась и вновь подхватила нас. Включив весёлые три, четыре, пять метров в секунду, полёт пошёл как по нотам. Свежая гряда уверенно несла нас домой, пока в ста километрах от аэродрома не упёрлась в чёрную пасть грозового капкана. До цвалу сорок километров. Аэродром открыт. Вокруг болтается несколько плачущих осадками очагов, но все они в фазе выключения. Солнце садится, энергии всё меньше. Фух, выдыхаем. Всё хорошо. Успокаиваюсь сам и успокаивают товарища по маршруту. Представляю, как там, в передней кабине, когда гаснут приборы, сверкают молнии, и выясняется, что на два аэродрома уже не попасть. До заката 30 минут. Продолжаю идти вдоль фронта, обходя свалу южнее. Под светомузыку разрядов добираю до пятикилометровой кромки. Есть небольшая надежда на чудо. По курсу появляется многообещающий просвет. Вдруг восточное крыло грозы можно обойти восточнее и всё же попасть на домашний аэродром. Навигатор неумолим. Линия пути уверенно упирается в черноту. Никаких шансов. Обойти можно, но и с востока тоже придётся идти через дождь. Сейфити-фест. Безопасность прежде всего. Заходим в цвалу. Чтобы разрядить обстановку, записываю очередное видео для многоуважаемых любителей планерного спорта. Волнуюсь ли? Да, несомненно, но это хорошее волнение, концентрирующее. Осматриваю длиннющую полосу. Эй, принцесса! Тебе 2600 метров для посадки. Хватит? Ширина тоже хорошая. Хотя, вероятно, будут огни освещения, опасные для длиннокрылого планера. По краям полосы яркая растительность. Не верится, что это кусты. Но и отметать такой шанс не стоит. Становится заметно, что западный торец полосы почти чист. Можно зайти коротко и, если что, быстро остановиться. Выпускаем шасси, закрылки, воздушные тормоза. Поехали! На финале захода понимаю, что растительность низкая и очень зелёная трава. Не мешает. Корректирую план, выравниваю планер и полностью убираю интерцепторы в надежде долететь и докатиться до центрального съезда с полосы. Можно будет зарулить сходу и избежать общения с фонариками. Асфальт полосы несётся в полуметре. Принцесса скользит над осевой, провожая под фюзеляж сотни метров. Аэродинамическое совершенство на граунд-эффекте. Так долго после выравнивания Принцесса ещё не летала. Касание. Опускаю управляемое хвостовое колесо. Теперь планер прекрасно контролируется по курсу. Очередная радостная новость. Огни полосы расположены шире размаха крыла. Как большой лайнер, важно качусь ровно по осевой. Чуть притормаживаю перед рулёжкой и аккуратно съезжаю с полосы. Индия, Виктор, полосу 36 освободил. Улыбаюсь оранжевому песку и лишь после полной остановки планера аккуратно опускаю крыло на бетон рулёжки. Не посадка, а гордость. Ни один фонарик не пострадал. Планер почти на стоянке, а на полосу хоть сейчас может приземляться очередной бизнес-джет. Открываем фонари. Горячий ветер пустыни обнимает мелодии запахов и приветствует на тёплой и ласковой земле. Очень красивый аэродром. Взлётно-посадочная полоса была построена алмазным королём, владельцем Дебирс, в его частном заповеднике для охоты. Сейчас здесь, на площади в тысячи квадратных километров, организуют одну из самых дорогих сафари в мире. Номер в шале стоит 3800 евро ночи и бронируется за месяцы вперёд. Не беда, если что, заночуем под крылом принцессы. Конечно, всё это немного волнительно. Судя по всему, нас точно ждут очевидные и вероятные приключения. Но главное сделано. Мы на земле и целы. Продолжение же в следующей, не менее поучительной истории. Продолжение следует...